МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни дождь, ни холод не могут повлиять на любовь к детям. Сегодня поздравление вправе принять каждый четвертый житель республики, потому что он ребенок. Как прошел День защиты детей в Улан-Удэ, об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. В студии Несопитонова здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Где теперь придется ездить по встречке? Как долго и почему, расскажет Светлана Семеренко. На ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания. Что делают эти люди, расскажет Евгения Геранина. В Международный день защиты детей мы поинтересовались у малышей. Как же их оградить от невзгод? Мнение выслушал Сергей Соголов. И начнем с очередного нефритового скандала. В Бурятии задержали офицеров полиции. Их подозревают в присвоении нефрита почти на 4 миллиона рублей. Преступление подозревают старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями как раз в сфере недропользования. А также заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков. По данным следствия, в начале 2016 года оба обвиняемых сотрудника работали в отделе по борьбе с преступлением в сфере недропользования, управления экономической безопасностью и противодействия коррупции МВД Республики Бурятия. В феврале по поручению руководства они выехали в Айкинский район Республики для проверки заявления ряда лиц о наличии тайника с нефритом. В указанном месте полицейским действительно был обнаружен схрон, в котором находились блоки камня нефрита общий весом более 2,5 тонн. Решив присвоить часть нефрита, сотрудники полиции составили протокол, согласно которому изъяли только 28 блоков нефрита. Большую же часть камня стоимостью почти 4 миллиона рублей полицейские выгрузили в арендованном в Улан-Удэ складе и начали искать покупателей. Однако продать нефрит не успели. Оба задержанные находятся под стражей. В МВД пообещали уволить полицейских, если их вину докажут. К ответственности привлекут и их непосредственных руководителей. К серьезным последствиям может привести и банальное желание списать. С единого госэкзамена в Бурятии удалили троих выпускников. Выявлены первые нарушения в пунктах сдачи ЕГЭ. 31 мая выпускники школ сдавали экзамен по математике базового уровня. За парты в республике сели около 4700 человек. Были зарегистрированы три нарушения. Они касались проноса в аудитории, в пункты проведения экзамена, письменных заметок и также мобильных телефонов. За эти нарушения трое участников экзамена были удалены с аудитории, удалены с экзамена без права пересдачи в текущем учебном году. Как отметили в Министерстве образования, математика относится к числу обязательных предметов, и нарушители могут не получить аттестат. Остальные выпускники узнают о результатах экзамена 14 июня. В прошлом году за нарушения с ЕГЭ удалили 20 человек. Транспортный коллапс ждет Улан-Удэ завтрашнего дня. В городе перекроют одну из самых оживленных магистралей, где теперь будет не проехать, а главное, как долго, расскажет Светлана Семеренко. Для горожан есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – это то, что по улице Бабушкина на участке от пересечения ее с улицы Терешковой и до пересечения с улицы Трубачеевой полностью заменят асфальт. Теперь плохая новость – движение на этом участке будет полностью остановлено. Ездить будем по встречке вот на этой стороне. Специально для этого будет выделена одна из трех полос. Ее оградят бетонными блоками. В районе улицы Трубачеева автомобилисты снова смогут вернуться на Бабушкина. По такой же схеме будет двигаться и общественный транспорт, выезжая с улицы Терешковой и из сотых кварталов. Движение общественного транспорта не изменится. Единственное изменение – это в сторону города. Автобусная остановка, улица Геологическая, временно закрыта будет. Специально для ремонта объездных дорог мы построить просто не можем, поэтому для объезда будет использоваться в основном в улице Трубачеева. Попасть на нее тоже можно будет только автомобильными дорогами. Дворами не получится. Переулки Подкаменский и городской тоже перегородят. Водители-пешеходы уверены – город встанет. Очень неудобно. Много живет и много ездит. В объезд придется ездить. Готовы, пробки. И так-то порой в час пик невозможно выехать. Сейчас перекроют, как и есть. Самое главное, чтобы они быстро все это сделали, качественно. И асфальт качественно положили. Уже сейчас на улице Бабушкина установили, но пока еще не открыли, дорожные знаки. Через сутки сюда зайдут энергетики. Они намерены полностью заменить теплосети на этом участке. Компания ТГК-14 просила на это месяц. Чиновники мэрии разрешили только две недели. Так что вечером 17 июня дорога должна быть вновь открыта для движения. Светлана Семеренко, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». Дороги, как неизлечимая городская проблема. Но не только это беспокоит горожан. Какая еще может угрожать Улан-Удэ? О том, как чиновники мэрии наступают на грабли. В авторской рубрике «Власти мы». Слово Алексею Фишеву. Город наш общий дом, любят говорить те, кто идет во власть. Но все в служебное кресло почему-то тут же забывают о главном смысле этого лозунга. Правах и интересах горожан. Точечная застройка – одна из главных проблем Улан-Удэ прошлого десятилетия. Когда строили, где попало и что попало. И она вновь возвращается в Улан-Удэ. Яркий пример – стройка в торцах двух многоквартирных домов на улице Жердева. Жильцы против строительства. Они взывают к здравому смыслу и совести чиновников. Но те не внемлют. Разводят руками и говорят – все по закону. Вот как разрыли у нас возле домов. Это скажите, пожалуйста, законно это вообще все делается или нет? На сегодняшний день все законные процедуры соблюдены. Нарушений со стороны застройщика нету, не выявлено. Поэтому остановить строительство – это не в наших селах. И не в ваших интересах. Почему? Ключевой вопрос – в чьих интересах? Горожан – нет, они против. Города – тоже нет. Торговых объектов в этом квартале столько, что уже дальше некуда. Тогда кому это нужно? Быть может, здесь есть интересы конкретных чиновников? Все по закону, в переводе с языка городских чиновников, означает «все решено и договорено». У вас забыли спросить? Забыли? Забыли спросить? Ведь город – наш общий дом, где должны соблюдаться права и интересы горожан, а не отдельно взятых чиновникам. И еще один набивший оскомину лозунг – город добрых традиций. Да вот только в Улан-Удэ традиции все чаще становятся далеко не добрые дела. Восточный экспресс только набирает обороты. Смотрите далее в выпуске. День защиты детей и продажа алкоголя в селе магазины соблюдает закон, выяснял дежурный по городу. В 2010-м перенес две операции, в 2015-м жаловался на головные боли. Электронные истории болезни могут появиться у пациентов в Бурятии. Подробности материаля Артемия Шакова. Дождь пожаром не помеха. В Бурятии продолжают гореть леса. В пяти районах действует шесть очагов на незначительной площади. Между тем, накануне лес сгорел в пригороде Улан-Удэ. С низовым пожаром боролись три часа возле станции дивизионная. А силу Турунтаево угрожал бытовой пожар. Там загорелась лесопилка. Крупное возгорание тушили десять часов, в том числе с помощью тяжелой техники. Тем временем награда ждет добровольцев. Тех, кто помогал жителям поселка Черемушки устранять последствия лесного пожара. Это 108 активистов добровольческого корпуса Байкала. За четыре праздничных дня, с 6 по 9 мая, они по собственной инициативе разбирали сгоревшие дома и убирали обгоревшие остатки. Всего вывезли более 150 большегрузных КАМАЗов, а это 3000 кубометров мусора. Данный факт оценил президент России и дал поручение наградить добровольцев. Но без наград могут остаться лидеры добровольческого корпуса Байкала. Андрей Бородин, Солбон Санжеев и Андрей Сукнев. Так как Андрей Солбоном и вторым Андреем являются командирами, они сами на себя не имеют, не могут подавать. Он не для наград это делает, но мы, как люди, которые видят, смотрят и болеют за Бурятию, обязаны инициировать это, потому что он герой на самом деле. Они уже не первый год борются с пожарами и так далее. Соответственно, надо перед детьми их показать, вот такие люди борются за чистоту нашей природы, окружающего мира, за республику. Не только на словами, то есть на деле. Общественность в Бурятии объявила сбор подписей под обращением к руководству республики. И не дожидаясь ответа, наградили добровольцев народной премии за вклад в возрождение Бурятии. Общественный контроль помог привлечь к ответственности нерадивого застройщика. Компанию, возводившую дома для детей-сирот, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Речь о квартале молодежной поселки Сотниково. Кроме того, прокуратура Бурятии выдала застройщику предписание. Устранить все претензии новоселов индивидуальный предприниматель обязан в максимально короткие сроки. Для этого застройщик уже создал управляющую компанию. Сегодня от детей-сирот ему поступило 42 претензии. Ликвидировать все недостатки нового жилья предприниматель обещал до середины июля. Где-то вентиляцию там нужно доработать, где-то необходимо печи исправить, где-то речь идет о том, чтобы перестелить полы, текущий ремонт сделать для того, чтобы убрать грибок. И мы будем дальше копаться в этой истории. В принципе, дома эти действительно для проживания, на мой взгляд, те дома, которые я видел, они малопригодны. Зимой там наверняка холодно. Однако Минстрой в Бурятии почему-то это не смутило. Застройщику подписали все акты выполненных работы, оплатили строительство бракованных домов. Напомню, на обеспечение жильем детей-сирот из бюджета выделяется по 780 тысяч рублей. Цена такого домика сегодня сравнялась с ценами новостройки. Составляет 33 тысячи за квадратный метр. Разбирают по винтику. На ТЭЦ начался ремонт котлов и турбин. Хотя компания стартовала еще в апреле. В этом году на восстановление оборудования вложат почти 400 миллионов рублей. Куда пойдут эти деньги, расскажет Евгения Геранина. То, что на первый взгляд похоже на праздничный фейерверк, на самом деле тяжелый труд почти 30 человек. Идет подготовка к монтажу оборудования шестого котла. Завершить работу подрядчик должен уже к 15 октября. В этом году все ремонты на ТЭЦ проводит одна компания. Так и за качеством работ уследить проще и сроки выдерживаются. Объемы очень большие и работа очень сложная. Мы работаем круглосуточно, в усиленном режиме. Две смены, разлили людей. В общей сложности у нас на сегодняшний день на котле шестом работает 28 человек. С сегодняшнего дня также выведена в капитальный ремонт седьмая турбина. Ее запустили 6 лет назад и уже подошел срок. Это значит, ее разберут по винтику, осмотрят каждый узел и, если нужно, заменят детали. В этом году на ремонт городских ТЭЦ ТГК-14 вкладывает 88 миллионов рублей. Еще более 200 миллионов по инвестиционной программе. Реализация проектов рассчитана на несколько лет и позволит заменить устаревшее оборудование станции. Например, пройдет реконструкция двух котлов и замена одной старой турбины. Замена турбины рассчитана с 2017 года по 2019 год. В 2019 году мы должны турбинатор номер 6 впустить в работу. В этом году будет завершена реконструкция котла номер 6, что приведет к увеличению тепловой мощности станции. Естественно, традиция это на теплоснабжение города Ланде. С 24 июля по 6 августа пройдет плановый останов ТЭЦ-1. На станции будут выполняться работы, которые нельзя проводить параллельно с подачей горячего водоснабжения потребителя. Евгения Геранина, Борис Геленов, телекомпания «Арикус». Сегодня в Улан-Удэ действует сухой закон. В День защиты детей запрещена продажа алкоголя, в том числе на вынос из кафе и ресторанов. Но для всех ли закон писан, проверил сегодня дежурный по городу. В России есть 6 официальных дней в году, когда продажа алкоголя запрещена полностью. В Бурятии это еще и день рождения Улан-Удэ. Сегодня в День защиты детей мы решили проверить, продают ли алкоголь у нас. В этом не поможет Настя. Держи. Ну что, продали? Нет, не продали. Ну что, пойдем дальше? Мне не продали, но до меня стояли мужчины, и им продали две бутылки пива стеклянные. Дежурный по городу. Только что вы продали мужчинам алкоголь. Вы же в курсе, что День защиты детей сегодня? Девушка, я не продавала им водку. Вот видите, ваш передник, черно-белый. Ваш передник. А алкоголь? Алкоголь-то я им не продавала. А что вы продавали? Мало ли, что там у них в пакете я положила. Бринчит у них, бутылки две. Я не знаю, что у них там бринчит. В этот магазин мы приехали по сообщению горожан. По их словам, здесь продают алкоголь круглосуточно не только взрослым, но и детям. Ну что? В этом магазине не продали, и даже оказалось то, что прилавок с алкоголем был закрыт ширмой. Все занавешено, да? Да. Здравствуйте. Телекомпания «Аригус». Вы сейчас девушке продали вот с собой алкоголь. Сегодня же запрещено продавать. Нам можно. Почему? Ну, нам разрешено, мы все время торгуем. Сейчас я позвоню, узнаю. «Аригус» снимает нас. На вынос нельзя продавать, сказали. Девушка, потому что заходила, купила. Вот я документ проверила, все, блин. И литр шамана взяла, сумку она положила, вышла. На вынос нельзя. Такого особого у нас предупреждения не было. Мы сегодня объехали порядка 10 магазинов. Двух из них продавали алкоголь. Всю информацию о них мы передадим в полицию. Ну, а если и вы знаете, какие магазины нарушают закон, звоните дежурному по городу. Первый случай лихорадки Денге зарегистрирован в Бурятии. Восьмилетний Улан-Уденец заболел после отдыха во Вьетнаме. Вирус широко распространен в Юго-Восточной Азии. Основной переносчик – москитные комары. Заболевший ребенок уже выписан из больницы. Но запись о перенесенном недуге останется в его медицинской карте. Этот документ несет важнейшую информацию о человеке. И пришло время реформирования. Поликлиники и больницы в Бурятии переходят на электронный документооборот. Выиграют ли от этого пациенты, интересовался Артемий Ушаков. По требованию правительства России, компьютер с доступом в интернет должен появиться у каждого врача и даже фельдшера в сельской местности. За исполнением приказа следит Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Ее представители приехали в Бурятию обсудить проблемы внедрения электронной медицины. Для Сибири это крайне важное мероприятие. Связано с тем, что громадная территория, очень низкая плотность населения, в том числе и в Бурятии. И нам очень важно, чтобы вот этот закон максимально быстро был адаптирован с точки зрения и диагностики, и проведения соответствующего лечения. Информатизация медицины позволит даже в глубинке делать сложные операции под присмотром опытных врачей из соседних регионов. А по новым требованиям вся информация о лечении пациента должна храниться на специальных серверах. Это должно повысить эффективность работы, снизить привязку пациента к конкретному лечебному учреждению, привязку, к которой выражается необходимость работать с бумажной формой. Если это будет общее информационное пространство, электронное пространство, в любом медицинском учреждении, собственно говоря, нужно будет получить всю информацию. В Бурятии уже работают над созданием информационного центра. В планах оснастить 161 филиал больницы-поликлиник высокоскоростным интернетом. Причем в половине он появится впервые. Всего имеется 405 неподключенных к интернету филиалов медицинских организаций. Это в основном филиалов и акушерские пункты и врачебные амбулатории. Предварительно полная информатизация медицины должна завершиться в 2020 году. По оценкам экспертов, Бурятия относится к числу лидирующих в этой области регионов Сибири. Артемий Жакова, Виктор Гафонов, телекомпания «Аригус». И вот о чем мы готовы рассказать в следующей части программы. В Международный день защиты детей мы поинтересовались у малышей. Как же их оградить от невзгод? Мнение выслушал Сергей Соголов. Они сражались за него полгода. На кому же достался кубок? На финальной игре побывала Сажанна Мордогеева. Погода внесла коррективы, но не отменила праздник. В Международный день защиты детей в городе прошли десятки мероприятий. Там, где дождь не испортил настроение, побывала наша съемочная группа. Главный детский праздник на главной площади города состоялся, несмотря ни на что. Желание веселиться у участников праздничного концерта было явно сильнее, чем первый проливной летний дождь. И пусть от него на этой площадке отгородиться было нечем, зато дети рассказали, как можно и нужно защитить их от других невзгод. Я считаю, чтобы защищать детей, не обязательно иметь атомную технику или войну. Можно просто учить их, чтобы дети были счастливыми. Заботиться о них, любить их и защищать в трудную минуту. Мне кажется, должны как-то перестать на улицах. При детях курить или пить, чтобы дети не становились такими, что не брали пример. Папа должен идти в армию, чтобы он всех защищал. Для героев праздника организовали информационные палатки. Дети могли попробовать свои силы в разных сферах и записаться в кружки. А теперь задание у меня посложнее будет. Слушайте, как играть. Атмосфера праздника царила и на площадке возле Бурятского театра драмы. Здесь детей решили научить национальной игре в кости шагае. Это выпуклые стороны. Они у нас. В этом году международный детский праздник объединил и национальные диаспоры Улан-Удеп. Здесь свои игры. Спортивные. На поле вышло сразу шесть команд. Если что-нибудь у них не получилось, они должны поддержать. Надо добиваться своей цели всегда. Это праздник, значит, что родители должны как-то защищать своих детей. Заботятся они, гордятся ими. На этом праздник не закончился. Все мероприятия, которые пришлось отменить из-за погоды, городские власти обещали провести 2 июня. Сергей Соголов, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Сегодня же в городе проходили и благотворительные акции для детей. Итоги одного масштабного проекта в нашем следующем сюжете. Месяц добрых дел. В мае покупатели сети удобных магазинов «Титан» могли принять участие в благотворительной акции «Детство должно быть счастливым». Результат превзошел ожидания. Каждый пожертвовал по 10 рублей, а в результате мы собрали большую сумму. Сумму 400 тысяч рублей. И мы благодарим всех покупателей, которые откликнулись на эту акцию. И благодарим их доброе сердце за то, что они доверяют нам. Дом ребенка и детский дом благотворительные фонды и общественные организации – все они сегодня получили столь необходимую помощь. «Хотелось бы очень поблагодарить организаторов данного мероприятия за многолетнюю поддержку. Если честно, очень нас порадовали в очередной раз. Очень благодарны всем нашим жителям Улан-Удэ, которые никогда не скупятся на то, чтобы сделать доброе дело для тех, кто остался в трудной жизненной ситуации. Дорогой «Титан», большое вам спасибо». Сеть магазинов «Титан» проводит благотворительную акцию уже третий год. И с каждым годом собранная сумма растет. Следующая благотворительная акция здесь стартует уже в августе. Итоги подвели и в главном школьном проекте нашей телекомпании. В это воскресенье выходит в эфир финальная битва «Великолепной пятерки». За кого болеют эксперты и какие навыки нужны, чтобы пробиться в финал? Детали главной игры сезона расскажет Саржанна Бердегеева. В Германии был первый «Глобус». Правильно. Конечно, главный козырь финалистов – академические знания. Многие начали готовиться к пятерке еще в прошлом году. А ближе к началу сезона собирались почти каждый день. Но скорее для того, чтобы отточить другое качество – тактику. Игра приняла стремительные обороты. И были моменты, когда я очень плановался. Все было заранее оговорено, и блицы нужно было взять в четвертом раунде. Вы хоть улыбайтесь иногда, что ли, а то такие замороженные стоите. Еще один ключ к финалу – стрессоустойчивость. За плечами этих ребят по три телеэфира. Они уже не боятся камер и понимают, что каждое слово или жест войдет в историю. А потому многие успели освоить элементы самовнушения. Все хорошо. Мы не унываем. Я, наверное, бы струсила. Потому что уж велика ответственность от твоей игры, от твоих знаний за результат. Игра очень интересная. Буквально на всех этапах ребята шли на зря в моздрю. То выиграл 21-е, то вторая, то опять 21-е, то опять вторая. Большое значение играет и поддержка. В зале не было ни одного свободного места. И у каждого болельщика свой фаворит. То же самое творилось и среди экспертов. Правда, по поводу одной из команд все-таки сложилось особое мнение. Искренне болею сейчас за вторую школу. Защищает честь школы, несмотря на то, что школа еще достраивается, реконструируется. И мы все вместе в наблюдательном совете отметили, что это, наверное, тоже какой-то знак. И в этом году мы все надеемся, что школа уже заработает. И все же это не ключевой фактор. Организаторы отмечают секрет победителя в том, что секрета нет. Это же поколенческая вещь. Вот этот выпуск хороший, а этот слабее. Хотя предприниматели одинаковые. Здесь не золоновались, а там были спокойнее ребята. Здесь был лидер, здесь не было лидера. Здесь был тактик, здесь его тактик. Поэтому здесь очень непредсказуемость свой. Всегда в финале появляется одна или две команды, которые непредсказуемы. И кто же из них станет обладателем заветного кубка? Узнаем совсем скоро. Финальная битва в эфире 4 июня. Саржанна Мердегеева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Поздравляем всех зрителей с Днем защиты детей. Ведь этот праздник смело можно назвать общим. Каждый из нас был ребенком. Это была программа «Восточный экспресс». Все наши новости на сайте оригус.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова